Пришел к вам на встречу. Скажите своим интересам. Мне важно было повторить свое впечатление в первой встрече. Я была до звезд. Ну и слава Богу, вы растете до свидания. Ой, спасибо. Ну, если я вас не втомила, я бы попросила. Уявить собі, что он происходит в Мисленницькому доме, который называется Роли. Он существует. На нем величина кількість мемориальных дошев, вважается не больше в Европе. Потому что там жили все те люди, которые вы знаете, и которых вы не знаете, хоть строжки, хоть долго жили в этом доме. И, власне, тут живет и вот эта Прохорова Елизавета Петрівна. Но этот дом расположен в таком районе, который раньше назывался Євбаз, Еврейский базар. Там была такая большая толпочка на месте нынешней площади Перемоги, где цирк и так далее. И Клака неподаліг живет, она тоже ходит на той базар. И идет базар с разными цинами, что купить, подивиться, или у нее нет денег, или помиловать, трофейными речами, которые там продаются. Но вместе с этим идет и проверить, что делает дядь Гаврил. Это такой персонаж, который вы понимаете в конце романа. Не просто вписанный в этот роман. Это ее соседка в коммунальней квартире. И вот он без ноги, героя войны, не занимается какой-то такой деятельностью. И она в семье врагов народу, но интеллигентно освященная барышня, працюет в спиле сельсменников. Ну и еще одна там слева пианистка, тоже живет в цей коммунальней квартире. И вот они создали такую спільноту, то есть она среда Клака появилась, потому что все померли. И вот они помогают один одному, кто как может. И вот она приходит на этот юбаз. И поэтому, бывая на юбазе, она пыталась высказать, что не волнуется здесь дядь Гаврилу. Ей лучше было перестраховаться, чем потом иметь додатковых хлопьев. Потому что он, этот инвалид, он всегда как-то так употреблял в какие-то збирные ситуации. Он там подигрывал в тех, кто шахраюет с картами на базаре, в дуре громадян. И употреблял в милицию. То есть еще какую-то халерку употреблял. И поэтому она всегда шукала его, че он делает что-то позитивное. И тут, вдаля, с того конца базара, начались арештанские годы. Она принимала звуком знакомый перевод на громоздке триляции, слід которого почувствовался ревучий, но довольно звучный голос дяди Гаврила. И тут песня, которая после войны очень часто звучала, я еще пи ее, помню. Этот случай совсем был недавно, в 43-м военном году. Офицер после жаркого боя пишет письма в родную семью. Дорогая жена, я коллега. У меня нет левой руки, нет ног. Они верно служили для защиты родной стороны. Мы увидим, что эта песня играет сюжету, творящий момент в романе. Особенно в финале. Вкладка за спокойность. Значит, дядь Гаврилов сейчас и с самоварами, инвалидами, фронтовиками без рук и ног. Он сидит прямо на грудне за полюженой земли, степнувши деревьяный протест и грает на гармошке. Короче сидят бездонные инвалиды на самоварных вязочках с утяжками, прилаштованными до обувки в руках и пересуваниях. Дядь Гаврилов по сравнению с ним был здоровым дядько, поэтому часто занищав их. Переможна від евбезийской шпани, если они что-то убили в одном месте. Но это было редко. Зазвичайно у каждого была своя территория, и они пытались не перетинаться. Если дядь Гаврилов с самоварами, значит он приделит. И за него можно не переживать. Они его там и наводуют, и приделят, и душу с ними ведут, спируючи свои жилевные куплети. Я створила атмосферу этого военного Киева. И он не был такой пафосный, как на плакатах. В нём были свои персонажи, подводные вечера. Я, как науководец, как антрополог, со своими студентами и аспирантами мы собирали интервью о истории военного Киева, украинских пьян. И в то время мемуари после военного Киева есть именно про эту местность. Это все на реальных фактах. Я так створю эту историческую картину. Это очень хороший, да, хороший комплимент. Я тоже. Я хотела бы поблагодарить, что это у вас на хорошую подачу, я бы сказала, подачу интересной информации, потому что от этого все-таки зависит, просто приятнее. И я хотела бы спросить, конечно, почему Клаука, насколько я поняла по вашим отзывам, одни, наверное, вы, как вы представляете выбором дворским человеком, да, наверное. Почему все-таки это имя Клаука? Почему все-таки назвали Клаука в таком слое? В таком слое. Немножко оставляете? Почему Клаука работает? Да, да. Моя мама училась в институте, в университете, училась, так? И училась немного позже, так? 50-е годы, так? На начале 50-х годов, но недалеко до 47-го. И, кстати, сегодня я еду в Кураково до ее однокурсницы. Вот вона Алка. Моя мама. Алка. А третья была же номера. Клаука. Они тогда так называли один одно. Это было там в разговоре. Это только потому, что я слышала, что Алка подзвонила, О, Клаука подзвонила и так далее. Так что, я хочу сказать, почему Клау? Потому что Клау, да, потому что Клау, я уже в 60-х годах народжена, так, то уже в Клавдії это были такие тети, такие суворі, там, бухгалтери, там, там, с такими халами на воду, и, обвязковой бородавой на цьому, на Підбориде, так? Вот так мне уявлялось, Клавдія, якийсь таке дуже старогодний имя. А в 40-х годах? Да. А в 40-х годах? Клавдія, от мне нужно было какое-то имя, которое сейчас так фигурует, но не на сколько там, ну, например, Мадрон, или еще что-то, 19-го столетия. Но то, что было популярным, это было популярным имя. И, в основном, именно поэтому Клавдія, из Лужникова, это из родственного, да, из близкого и родного, потому что мы получаем имена только...